Слава Украине! Приветствуем от Полонского. Ну и к израильским делам, потому что они очень часто соприкасаются с нашими и очень похожи на наши дела. Поэтому, хочешь не хочешь, приходится на этом останавливаться. Тем паче, даже вот Зеленский в своем интервью Associated Press говорил, что да, израильская тема иногда даже отвлекает наших партнеров от украинской. Тем не менее, лишь от меня мнение такое, что не было бы счастья да несчастье помогло, если бы не было израильской темы, нам гораздо бы было сложнее получить финансирование на следующий год. А так, поскольку израильская тема и наша тема идут вместе, то, хочешь не хочешь, финансирование получим. Но это лично мое мнение. Я уже как-то его рассказывал. Почему? Потому что среди республиканцев нет тех, кто против помощи Израилю. Вообще нет. Ну, демократы вы подавно. А вот среди, что касается помощи Украины, это тут такое. У республиканцев 55% хотят помогать, 45% не хотят помогать. То есть, там почти 50-50. Ну, демократы все хотят. Но за счет того, что это объединено в один проект закона, то поэтому шансы очень-очень высокие на проход. Вот что я имею ввиду. Да, но отвлечемся от умозрительных дел, вернемся на землю. Обетованную, так сказать, да. Закончилось перемирие или прикончилось, или назовите как угодно. В настоящий момент идет война. Почему это так случилось? Было там, по-моему, три или четыре раунда передачи заложников. Передавали с гульки нос. Все, как я вам говорил еще месяц назад, что это будет происходить. И будут отдавать по несколько заложников, требуя потом отпускать из тюрем террористов, виновных в многочисленных терактах против израильтян. Еще раз говорю, давайте сравнивать. Отпускаем их с одной стороны, и отпускаем их с другой стороны. Так называемые палестинцы отпускают, я говорю так называемые, потому что такого народа не существует. Это абсолютно очевидно. Это арабский народ. Они арабы, самые обычные арабы. Значит, Хамас отпускает, скажем так, Хамас, потому что действительно они у Хамаса в плену. Хамас отпускает кого? Детей, женщин, да. То есть абсолютно невинных людей, которых они захватили в этих кибуцах и машавах вдоль границы с Хамасстаном, с газой. То есть они просто захватали людей. А Израиль отпускает людей, которых осудил суд за терроризм или действия, приведшие к терроризму или поощрение терроризма и так далее. То есть это абсолютно разного уровня. Здесь захват заложников, а с той стороны осужденные судом террористы. И соотношение один к трем, насколько я там понял. Окей, хорошо. Хотя вот помните, еще один интересный левачка-журналистка задала вопрос, задала вопрос интересный пресс-секретарю израильского правительства по поводу того, что мол, а вы что, жизни палестинцев три раза дешевле цените, чем жизни израильтян, что у того аж глаза на лоб полезли. Это ж Хамас три будет. Израиль, если Бог, он бы вообще никому не отдавал. Ну видите, какой вопрос, такой ответ, да. Так вот, Хамас крутил-мутил с этим освобождением, освобождал не тех лиц, которых просили. Ну ладно, хоть кого-то освобождал там, через пень-колоду, конечно, с многочисленными нарушениями, но потом у израильтян терпение лопнуло и после нескольких эпизодов, когда Хамас уже откровенно начал хамить. Ну хамить, ладно, еще Бог с ним. Они начали опять обстреливать ракетами территорию Израиля. Ну а вчера вообще уже хамасовцы совершили теракт в Иерусалиме, о котором я рассказывал, когда просто два бандита в центре города возле въезда в Иерусалим со стороны Тель-Авива. Ну это практически центр города, потому что центр он такой протяженный, там вдоль улицы Яфа. И они расстреляли, остановившись на остановке, где стояли гражданские люди, в основном религиозные. Я так посмотрел там по одежде, в основном были религиозные, ультра религиозные. Вот в упор, с расстояния в полтора метра начали расстреливать людей. Насколько я знаю, там уже четверо погибших, пятеро раненых. Правда, террористы были моментально ликвидированы другими прохожими, даже силы безопасности не успели, но там они моментально. То есть, если бы вот эти вот прохожие, которые проходили мимо, а второй проезжал солдат с оружием, не были вооружены, они бы убили там и 20, и 30, и 50 человек, пока прибыли бы, действительно, пока шабак бы или там армия прибыла бы на место, они бы убили очень много. Вот, но они были моментально уничтожены проходящими, скажем так, людьми, у которых было оружие, которое умели им пользоваться. Вот, ну, поэтому теракт как бы был такой кровавый, но не такой кровавый, как он мог бы быть. Потому что там, я еще раз говорю, там могла быть вообще вторая газа, на самом деле, вот так вот разобраться. Дальше. Ну, вот этот случай, потом многочисленные нарушения Хамаса, ну и плюс ракеты опять полетели по Израилю. Израиль сказал, ах так, ну ладно, ну что, вы сами нарвались. Вот, и начал гасить газу, причем уже не только газу. В Газе под Хамасом осталась только центральная, скажем так, не центральная часть, центральную часть Израиля освободила от Хамаса. Осталась часть города, скажем так, восточная, да, восточная часть, восточная часть центра. О, вот так вот, да. Это у них осталось. Сейчас Израиль это дело опять начал плющить. Мирных там практически не осталось, там хамасовцы мирные вышли. Вышли на юг, на Рафеях, на Хан-Юнис. Уже в Хан-Юнисе предупредили людей, чтобы передвигались на Рафеях, потому что в Хан-Юнисе много хамасовцев, много подземных ходов. Израиль сейчас вплотную после газа начинает работать с Хан-Юнисом. И, значит, они для местного арабского населения опубликовали карту, где весь, вся территория сектора газа разделена на квадраты. И потом они просто говорят, так, мирному населению, с тем, чтобы не было жертв, вот этот квадрат, пожалуйста, покиньте, передвинетесь в номер такой-то квадрата. Все четко понятно, да, то есть из квадрата в квадрат перешли, остались живы, все нормально, здоровы. Вот, и это, я считаю, с точки зрения, конечно, очень правильное решение. Такая карта перед глазами у каждого жителя газа, и, собственно говоря, он может ее посмотреть и понять, куда удары наноситься не будут, и туда можно перейти с тем, чтобы дать Израилю спокойную возможность разобраться с Хамасом вот в том квадрате, где они находились. По-моему, правильное решение нашли такое, с тем, чтобы гражданские не попадали, не дай бог, под удары армии. Вот. Еще интересный момент мы вывесили сегодня на телеграм-канале, значит, Хамас не брезгует искусственным интеллектом при создании драматических картинок из сектора газа, значит, очередной перл искусственного интеллекта, значит, когда они сделали фейк, фейковую картинку развалины, мальчик, сидящий на развалинах, значит, на развалинах дома, ну, развалины дома там действительно много тут, ну, вот, мальчик оказался фейком, значит, мальчик держит кота, ну, всегда же коты вызывают умиление, восхищение, вот, и, значит, этот мальчик спасшийся из-под ударов все низкого врага, значит, с котом, со своим котом, который он вытянул только, сидят на развалинах этих, все бы ничего, но у мальчика четыре пальца, а у кота пять лапок, ну, как говорится, Маху дал немного искусственный интеллект, вот, ну, кому интересно, можете посмотреть ссылочка и описание в данном ролике, да, в описании к данному ролику, вот, ну, Маху немножко дал, как-то там более внимательно, пожалуйста, к этому относитесь, если уже делаете фейки, то делаете, вот, как россияне, россияне красиво фейки делают, ну, тоже все все увидят, но для ваты сойдет, вата с хавой, да, вот, в Израиле такая же картина, короче говоря, вкратце, возобновлены боевые действия, при этом арабы не спешат защищать Хамас, вот, сейчас президент Израиля находится в Катаре, прекрасно себе ведет переговоры с катарским эмиром, то есть, скажем так, уничтожение Хамаса хотят абсолютно все, от Соединенных Штатов до Катара и так далее, и так далее, то есть, Хамас никому не нужен, даже Хизбалла хочет, чтобы его уничтожили, поверьте мне, даже Иран хочет, чтобы Хамаса не было никакого, он не дает жить ни себе, соответственно, он постоянно является постоянным источником неприятностей, его руководство погрязло в коррупции, то есть, у них миллиардное состояние, которое они уворовали из той помощи, которую тот же Катар им выделял, вот, поэтому Хамас, как говорится, с точки зрения таких богатых зажиточных арабских режимов, Хамас это инфанта terrible, как это называется, да, ужасный ребенок, и его надо аннигилировать, вот так вот, все буду Украина. Спасибо.